Безмолвное недовольство одного человека ничего не стоит и не имеет последствий. Однако, если он станет говорить достаточно громко и красноречиво, слова доберутся до ушей многих последователей. Те, в свою очередь, последуют примеру и привлекут еще больше сочувствующих. Рано или поздно, но пожар вспыхнет. В таком огне исчезают вечные династии и нерушимые империи. И в этом видео я расскажу вам о восстаниях, которые изменили ход истории в отдельных странах мира. Антиасирийское восстание. Многие ученые сходятся во мнении, что Ассирия стала первой в истории империи современного формата. Это была не сеть городов-государств, а настоящая сверхдержава, с централизованной властью, регулярной армией, едиными налогами и законами, которые распространялись на огромные территории. На протяжении нескольких веков Новая Сирийская империя играла доминирующую роль в регионе и, возможно, была сильнейшим государством мира. Завоеванные земли и новые подданные управлялись железной рукой. В данном случае это не фигура речи. Ассирия первой перешла на массовое использование железного оружия, чем и обусловлены ошеломительные военные успехи. Однако ничто не длится вечно. После смерти царя Ашурбанапала в империи началась гражданская война. В 626 году до н.э. восстал Вавилон, где появился свой правитель, поддержанный военной аристократией. Это стало приглашением для вторжения в слабеющую Ассирию. На западных границах началась война с Медийским царством и вскоре Ниневия, столица Ассирии, попала в осаду. Через три месяца город был взят, разграблен и разрушен. Последним крупным оплотом империи оставался Ашур. Здесь и развернулась финальная битва. Город, которому на тот момент было более 2000 лет, превратился в руины. Остатки когда Великая Армия отступили в Египет, где и растворились в течение времени. Цари Вавилона и Медия разделили земли империи. Так возникло новое Вавилонское царство. Известно нам в первую очередь благодаря правителю Навуходоносору II, которому приписывается создание висячих садов Семирамида. Впрочем, название и даже существование оспаривается научным сообществом. Так закончилась история Ассирии, единственного крупного государства, сумевшего восстановиться после катастрофы Бронзового века. Римская революция Наверное, в мире нет человека, который бы ничего не слышал о Римской империи. Это самое влиятельное государство своего времени, оставившее богатейшее наследие. Ранняя история Рима окутана легендами и мифами. Рамул и Рэм, скормленные волчицей, основали Вечный город в 754 году до н.э. Более двух веков Рим существовал как небольшое царство, дававшее убежище беглым рабам, преступникам и разным авантюристам. После Рамула сменилось еще шесть царей, последним был Луций Тарквений. В 510 году до н.э. сын царя опорочил знатную и добродетельную Лукрецию, жену префекта Рима. Женщина рассказала случившимся отцу, мужу и друзьям, после чего свела счеты с жизнью. Ее тело провезли на телеге по всему городу. Процессия росла и приближалась к дворцу. Так разгорелось восстание, закончившееся через год изгнанием непопулярного царя. На месте павшей монархии возникла республика с новой конституцией и сенатом. Отныне вместо единовластного и пожизненного царя ежегодно избирались двое консулов. Первыми стали Брут и Калатин. Согласно легенде, Брут собрал всех знатных людей республики и взял с них клятву. Никогда и никому больше не позволят становиться царем. Римская республика просуществует почти пять веков. В 27 году до нашей эры форма государственности снова изменится, но теперь уже на империю. Восстание Любана Циньшу Хуанди стал первым человеком, который объединил Китай в 221 году до нашей эры, положив начало одноименной династии. Однако единство было разрушено всего через 15 лет. Политический хаос и угроза очередной гражданской войны вывели из тени другого выдающегося человека. О молодости Любана известно немногое. Он родился в рыбацкой семье, поступил на службу в правоохранительные органы, а к 40 годам стал узнаваемым политиком и оратором. Разоренная страна нуждалась в передышке, но феодалы вновь собирали армии, надеясь побороться за пустующий престол. Любан стал собирать под свои знамена всех обездоленных и создал независимое государство Чу. Происхождение из крестьянской семьи выгодно выделяло нового правителя, что и способствовало постоянному притоку сочувствующих. Вскоре под командованием Любана оказалась самая многочисленная армия. В 206 году до нашей эры династия Цинь окончательно пала, а царство Чу преобразовалось в империю Хань. Китайские историки обычно изображают Любана как человека грубого, несколько высокомерного, но гуманного и не отличающегося жестокостью. Придя к власти, он снизил налоги для низших слоев населения, подписал указ, освобождающий рабов, которые продали себя во время войны, чтобы избежать голодной смерти. С другой стороны, Любан посадил на большинство ключевых постов своих родственников, что выглядит вполне типично для нового монарха. Так или иначе, империя Хань просуществовала 400 лет, дольше любых других образований на территории Китая. Нынешнее население Поднебесной называет себя ханьцами. Аббасидская революция К середине 8 века Амиятский халифат занимал территорию в 11 миллионов квадратных километров, но существовала серьезная проблема. В Арабской империи проживало преимущественно неарабское население. Правящая династия воспринимала этих подданных как людей второго сорта. Причем, было неважно, приняли они ислам или сохранили традиционные верования. Недовольством подавляющего большинства населения воспользовались аббасиды. Их род имел кровные связи с пророком Мухаммедом, чем объяснялось притязание на власть. Аббасидское восстание считается наиболее хорошо подготовленной революцией своего времени. Тайные агенты заранее внедрялись во все государственные институты. В разных уголках империи подпольно собирались группы последователей. Союзники из высших слоев населения щедро спонсировали движение. Выступления 747 года стали полной неожиданностью для амиядов. За следующие три года аббасиды практически полностью истребили своих конкурентов, удержав империю от распада. С этого момента начинается эпоха арабских завоеваний. Столица переносится в Багдад. Ислам распространяется на Ближний Восток и даже проникает в Китай. Историки называют период с 8 по 12 век мусульманским ренессансом. На протяжении этого времени арабский халифат являлся крупнейшим государством, культурным и научным центром мира. Славянское восстание В 983 году начались масштабные волнения, поднятые славянскими племенами, проживающими на территории между Эльбой и Балтийским побережьем. Лютичи и Бодричи выступили против Германского королевства, не желая вступать в его состав. Основная причина отторжения заключалась в насаждении христианства, которому противопоставляло славянское язычество. Кровопролитные стычки продолжались почти 20 лет. Ни одна из сторон не была способна держать решительную победу. Славяне не имели развитой государственности, потому не могли долгое время удерживать захваченные территории. Германское королевство, вынужденное вести асимметричную войну, опустошало собственную казну. В 1003 году король Генрих II изменил политический курс. Заключив союз с лютищами, он объявил войну бывшему союзнику, польскому герцогу Болеславу Храброму. Это позволило восточным славянам установить власть над занятыми территориями. Главным последствием славянского восстания можно считать полную остановку немецкой колонизации на следующие 200 лет. Только в 12 веке движение на восток возобновилось и местное славянское население было обращено в христианство. На этом на сегодня все, а если хотите узнать больше истории прошлого, заходите на мой канал, там вы найдете много интересных видео.